В Украине завершились парламентские выборы. В 20.00 закрылись избирательные участки на всей территории страны. Теперь ЦИК предстоит подвести итоги голосования. По результатам национального экзит-пол 2012 на выборах Верховную Раду Украины 28 октября политическими партиями получены следующие результаты в многомандатном общегосударственном избирательном округе. В Севастополе все 192 избирательных участка на двух территориальных округах начали свою работу. В данный момент наш корреспондент Александр Савченко находится в 52 избирательной комиссии 224 округа и уже готова выйти с нами на телефонную связь, чтобы рассказать, что там сейчас происходит. Саша, мы вас слушаем. Добрый вечер, студия. Сейчас мы находимся на 52 избирательном участке. Он расположен на первом этаже Гагаринской райадминистрации. В 20.00 участок закрылся. Все, кто пришли до этого времени и не успели проголосовать, имели возможность исполнить свой гражданский долг уже за закрытыми дверьми. Члены участковой избирательной комиссии приступили к подсчету количества проголосовавших избирателей. Напомню, что всего в 224 округе 94 обычных и специальных участковых комиссий. На них зарегистрированы около 155 тысяч избирателей. Территориально это Балаклавский, Гагаринский и часть Ленинского района. Не позднее 24 часов ночи сегодняшнего дня окружные комиссии должны передать предварительные данные о количестве проголосовавших в Центр избирком. В последние данные по состоянию на 16 часов на этом округе в выборах приняли участие почти 40% избирателей. Спасибо, Александра. В окружной избирательной комиссии 225 округа сейчас находится наш журналист Анастасия Крапивко. Предлагаю телезрителям послушать ее. Здравствуйте, студия. Два часа назад в Украине завершились парламентские выборы ровно в 20.00. Двери всех избирательных участков закрылись. И сейчас мы находимся в 225-м одномандатном избирательном округе Севастополя. Здесь зарегистрировано более 150 тысяч волей заявителей. По словам председателя окружной комиссии Валентина Шутова, на всех 98 участках голосование закончилось вовремя. По последним данным, свой выбор здесь сделали около 60 тысяч человек. Это около 40% от общего количества зарегистрированных избирателей. Это данные на 17.00. Окончательные данные будут известны немного позже. Уже началась обработка бюллетеней и подсчет голосов. Избирательные комиссии начали свои итоговые заседания. И всего в 225-м округе депутатов Верховную Раду выбирали из 21 партии и 17 одномандатных кандидатов. Первые результаты выборов станут известны уже совсем скоро. Студия. Спасибо, Настя. А мы продолжаем наш выпуск. Как сообщает пресс-служба Севастопольской госадминистрации, инцидентов при открытии избирательных участков зафиксировано не было. За началом воли изъявления наблюдала и наша съемочная группа. Подробности у Ренаты Малышевой. Владимир Хоханов – первый из тех, кто пришел проголосовать на свой участок, расположенный в здании водоканала. Гражданскому долгу мужчина отнесся крайне ответственно и сделал свой выбор, руководствуясь поднятными критериями. Те, кто больше чаяния народу выражает, за тех мы и голосуем. В момент открытия участков народа не так много. Возможно, сказывается перевод часов. Украина проснулась сегодня по осеннему времени. И пусть поспать удалось на один час больше, но это все равно внесло свои коррективы в жизненный ритм. По словам членов избирательной комиссии, они ожидают максимальную активность, как правило, ближе к полудню и после обеденному времени. У нас, получается, по списку в бюллетене будет 1055 избирателей. Надеемся, что большинство все-таки посетит нас. Подготовка прошла хорошо, никаких замечаний нет. Бюллетени все выданы. Напомним, что голосование продлится до 20.00. Затем начнется подсчет избирательных бюллетеней. Рината Малышева, Виктор Кислицын. Программа «Наше время». Выборы в Севастополе прошли относительно спокойно, без громких скандалов. Однако, несколько серьезных нарушений все же было зафиксировано. В частности, о работе комиссии на участке номер 135 с самого утра пыталась помешать девушка-наблюдатель, представляющая кандидата от партии «Удар». Подробности ситуации в следующем репортаже. С самого утра работа избирательного участка номер 135 была под угрозой срыва. По словам председателя комиссии Надежды Васильевой, одна из наблюдательниц, представляющая кандидата от партии «Удар» Николая Рыбакова, не давала сосредоточиться сотрудникам комиссии, постоянно вмешивалась в их работу. «Фотоспышка, которая направлена, не документы фотографируют, вместе с документами направляется фотоспышка на людей. Люди раздражены, они сидят, пишут бюллетени, их отвлекают, они могут сделать ошибки. На наше неоднократное замечание представитель, наблюдатель от партии «Удар» Евгения Евгеньевна, она не реагирует». Девушка пыталась не только сорвать работу комиссии, но и ввести в заблуждение избирателей. «Приходили люди-избиратели, и вы знаете, жаловались на то, что их направили с нашего избирательного участка, сказав, что здесь таких домов нет. И они показали на эту девушку, что она направляла людей на улицы отсюда с нашего участка. Это вообще грубейшее нарушение». В интервью нашей съемочной группе наблюдательница полностью отрицала факты нарушений. Более того, она наотрез отказалась говорить, какого кандидата или политическую силу она представляет. «Вы здесь как там?» «Как наблюдателя». «Наблюдателя от какого-то СМИ, от партии?» «От кандидата». «От какого?» «Можно я не буду говорить?» «Почему?» «Ну, не хочу объявлять». Председатель участка Надежда Васильева констатирует, комиссия неоднократно пыталась призвать наблюдательницу к порядку, однако девушка на просьбы не реагировала. Пришлось вызвать милицию. Был составлен протокол. Теперь в ситуации будут разбираться правоохранители. Члены участковой комиссии единогласно проголосовали за то, чтобы Евгения покинул избирательный участок. По их мнению, действия девушки могут помешать честному подсчету голосов. Президент Украины Виктор Янукович принял участие в волеизъявлении на выборах Верховную Раду. Глава государства проголосовал на участке одномандатного избирательного округа номер 217 в Киеве. Президент выразил убежденность, что эти парламентские выборы приблизят Украину к консолидации и поспособствуют дальнейшему развитию сильного государства. Выборы для Верховной Рады Украины должны выяснить, какой будет наша страна в течение 5 лет. Очень важно, чтобы каждый избиратель, который сегодня принимает участие в голосовании, принял ответственное решение. Я проголосовал за стабильность, за экономичный развитие страны, за то, чтобы наши люди лучше жили. Как известно, председатель городской госадминистрации Владимир Яцуба прописан не в Севастополе, а потому для исполнения своего гражданского долга ему пришлось отправиться в Киев. Наш градоначальник рано утром вылетел в столицу, а после волеизъявлений вернулся обратно. Свой гражданский долг исполнил и первый зампредседателя Севастопольской городской госадминистрации Сергей Савинков на избирательном участке по улице Героев Сталинграда. Заместитель главы города рассказал, что проголосовал за будущее города и благополучие его жителей. За будущее страны, за будущее города, чтобы город развивался, становился краше. А у наших людей были улыбки на лице и перспектива в работе, в жизни. Сегодня утром в 10.00 в фойе школы номер 29 проголосовал депутат Верховной Рады Украины Павел Ребетев. На избирательный участок он пришел вместе со своей семьей. Моя семья, она голосует, в первую очередь, за настоящее и будущее Украины. За тот позитив, который за последние два года в стране наметился. И конкретные дела воплощаются в жизнь, именно направленные во благо всех нас, украинцев, украинского народа. В нашем городе работают международные наблюдатели из Германии, России, США. Сегодня в Севастопольской госадминистрации для журналистов они дали пресс-конференцию. Зарубежные гости рассказали о положении дел на избирательных участках города. Политическая ситуация в городе спокойная. Так охарактеризовали избирательный процесс международные наблюдатели. Нареканий у зарубежных специалистов не вызвала ни техническая сторона подготовки, ни сама процедура выборов. Нарушений каких-то я не зафиксировал. Конечно, имеет место быть влияние каких-то отдельных политических сил на работу комиссии. Это имело место быть. Но все попытки помешать работе комиссии тут же пресекались. И помехи к работе не было. На самом деле нет никаких серьезных моментов для обсуждения плана нарушений. Если говорить о механике именно избирательного процесса, все в очень хорошем порядке. Международный наблюдатель из США Рено Доминика наблюдает за избирательным процессом в Севастополе уже в третий раз. С утра успел посетить семь участков. По его словам, единственным незначительным нарушением, с которым он столкнулся, было несоответствие количества бюллетеней и избирателей. На многих избирательных участках меньше бюллетеней, чем количество избирателей в списках избирателей. Намного, но немножко меньше, чем избиратели. На данный момент это пока не совсем понятно, но до конца дня мы, наверное, поймем почему. К слову о современных технологиях. Все избирательные участки были оснащены веб-камерами, что, по словам международных наблюдателей, поможет сделать выборы в Украине более прозрачными и демократичными. Камеры – это еще один дополнительный уровень охраны честных выборов. Ложку дегтя в бочку меда добавили сами журналисты. По словам работников СМИ на избирательном участке, который расположился в медучилище имени Жени Дерюгиной, многим гражданам проголосовать не удалось. Причина – устаревшие списки, где были указаны фамилии давно умерших людей. А несколько окрестных домов, наоборот, в него включены не были. По словам наблюдателей, это является серьезным нарушением. Старались, чтобы сегодня к утру подтянуть, проверить строго несколько списков. Поэтому, думаю, что эту информацию надо проверить, для того, чтобы дать ответ. Я думаю, что к вечеру мы по этому участку проведем специальный анализ. Я записал. Александра Тулкачева, Екатерина Долгополова. Программа «Наше время». Также ход выборов в Севастополе прокомментировали международные наблюдатели из Германии. В Севастополе они прибыли за несколько дней до выборов и пробудут в нашем городе до понедельника. Мы посетили около 10-15 участков и пока не можем сказать никаких замечаний. Я могу оценить готовность участков к выборам как среднюю по шкале от 1 до 10. Я бы дал оценку 7 или около того. Можно сказать, что на начало выборов были некоторые замечания, однако на данный момент выборы проходят без замечаний. Предварительное заключение будет объявлено в Киеве завтра в 12 часов на пресс-конференции, а окончательный вариант будет объявлен немного позже. Скорее всего, это займет несколько недель, пока будет обработана вся информация, но я считаю, что это займет не более 1-2 недель. В целом в Украине присутствует около 4 тысячи международных наблюдателей. Избирательное право граждан в Украине гарантируется Конституцией. На этом принципе сосредоточена вся правоохранительная деятельность государства. Однако, как показывает практика, посредним действенным органам восстановления нарушенного права является суд. Выборы продолжаются, однако волеизъявители идут не только на избирательные участки, но и в суды. Сегодня 28 октября, день выборов в Украине, и съемочная группа Севастопольской телерадиокомпании находится возле Ленинского районного суда. И мы решили поинтересоваться, каким образом восстанавливают свое право волеизъявления граждане нашего города. В Ленинском районном суде сегодня людно. Когда пришла проголосовать, у меня не было в списках. Дочка была, вот мы прописаны в одной квартире, я отсутствую. Хотя на предыдущих выборах все нормально было. Дочки моей в списках вообще нет, а я вместо Родионовой написано Кулакова. Меня погнали сюда. Притом вот здесь судья говорит, что это могли они сделать там, на месте, исправить фамилию, потому что я пришла с паспортом гражданки Украины. Вот я здесь сижу, горячусь, пишу сочинения о том, как я провела воскресный день. Многие седуют на сложность процедуры. Избирательная комиссия, которая хотя бы должна как-то потрудиться перед тем, чтобы человек имел право спокойно прийти проголосовать. Приходим в избирательную комиссию, в списках человека нет. Начинаем спрашивать, что, куда, как, чего. А вот вы должны были прийти за два дня и узнать. Я думала, что у меня есть право просто прийти и проголосовать. Оказывается, это право я еще должна выяснять и убеждаться в том, внесли меня в списки избирателей или нет. Каждый гражданин Украины, которому исполнилось 18 лет, имеет право отдать свой голос выбранному кандидату. Если избиратель не обнаружил себя в списке, он может обратиться в суд с иском. Согласно 42-й статье закона Украины про выборы народных депутатов Украины, изменения вносятся только в уточняющие списки, которые составляются заранее. Есть одна особенность этого закона – в день выборов право голосования можно восстановить только по решению суда. Отсутствие в списках – не единственное препятствие, с которым сталкиваются избиратели. Обратиться в суд имеет право каждый – подать их за запрещенную агитацию в день выборов, выданный бюллетень на вашу фамилию другому человеку, обнаружение покойных родственников в списке. На данный момент точные данные Ленинский районный суд дать не смог. Работа судов будет продолжаться до окончания голосования. Ольга Червина, Виталий Козловский, программа «Наше время». Не остались сторони от процесса выборов народных депутатов и те севастопольцы, которые по различным причинам оказались госпитализированы. В Первой городской больнице имени Пирогова в 8 часов утра открылся специальный избирательный участок. На специальном участке, который расположился в актовом зале поликлиники «Первая горбольница», зарегистрировано 212 избирателей, в том числе и члены комиссии. Для тех, кто по состоянию здоровья, а таких насчитали 160 человек, не может дойти до участка, приготовлены три пеленостные урны. Списки подает главврач больницы по отделениям, мы их отдаем в реестр, они людей там проверяют, и мы получаем эти списки, что люди у нас голосуют на участке. Те люди, которые не попали в списки, они могут прийти на участок, написать заявление, что не желают у нас голосовать. В составе всей комиссии мы голосуем за это заявление и разрешаем, если все разрешаем, проголосовать в нашем участке. Первым проголосовал один из членов избирательной комиссии. Процесс опускания бюллетеней в урну сопровождался аплодисментами. Наблюдатели не дремлют. Пристально следят за тем, чтобы закон о выборах народных депутатов Украины 2012 не был нарушен. Нарушений не было замечено. Все хорошо, комиссия начала работу рано, правильно, без всяких нарушений. Как бы собрано, хорошо, все. Ну, нареканий нет у меня. В начале 11 утра три группы из членов комиссии и наблюдателей разошлись по корпусам к лежачим больным. В поле зрения нашей камеры попало хирургическое отделение. Некоторые из больных в заявленных в списках на момент голосования оказались выписанными. Некоторые, наоборот, недавно поступили. В таких случаях человек, который хочет участвовать в избирательном процессе, должен написать соответствующее заявление и иметь при себе паспорт. Татьяна Семенец, Виталий Козловский. Программа «Наше время». Как и по всей стране, двери избирательного участка, расположенного в Академии военно-морских сил имени Нахимова, открылись ровно в 8.00. Затем, как голосовали курсанты и военнослужащие, а также жители Стрелецкой бухты, наблюдала Татьяна Семенец. Всего на участке в Академии имени Нахимова зарегистрировано 2447 избирателей. Из них порядка 600 – это курсанты и прописанные здесь военнослужащие. Кроме того, 7 миронаблюдателей и 24 человека комиссии. По состоянию на 9.30 утра свою волю изъявило порядка 300 голосующих. На данный момент проголосовало порядка 200-300 человек. Это, наверное, просто связано с переводом времени. У курсантов своеобразный праздник. С утра их отпустили в увольнение для того, чтобы каждый, кто пожелает, смог проголосовать. Денис Скрипцов в выборах участвовал впервые. Говорит, процесс оказался для него довольно волнительным. Звивление с самого ранка, у всего особого склада было. Потом через КФП пришел, и сразу сюда, голосовать. А потом уже и другие дела. Это неприятный выбор каждого. Я считаю, что это моя нормальная реакция, что я хвудуюсь в первый раз. А вот для курсанта второго факультета Александра Собура эти выборы не первые. До этого он участвовал в избрании президента страны в 2010 году. Для меня это вторые выборы. Я думаю, что каждый человек должен прийти и высказать свое мнение, проголосовать за того, кого он хочет. Кроме военнослужащих и курсантов Академии колледжа, отдать свой голос понравившемуся кандидату и политсиле пришли горожане. Люди отмечают, очередей нет, процесс идет спокойно. Абсолютно спокойно, без всяких, так сказать, нормально, отлично. Нормально организованы выборы. Я проголосовала. Председатель участка отметила, по состоянию на 10 часов утра никаких нарушений в ходе избирательного процесса зафиксировано не было. Татьяна Семенец, Виталий Козловский. Программа «Наше время». У Севастополя большая сельская зона. И в отличие от города, здесь максимальная активность электората всегда наблюдается именно в первые часы с момента открытия избирательных участков. Люди, живущие сельским хозяйством, всегда встают рано. А сегодня, благодаря переводу стрелок на зимнее время, в них появился еще один лишний час для своих крестьянских забот. Так что к моменту открытия участка все сельчане были готовы к волеизъявлению. За процессом наблюдала Вера Дроздюк. День выборов в селе – событие особое. В этот раз на избирательном участке, расположенном в помещении Чернореченского лесничества, людно. Дело в том, что два населенных пункта – Резервное и Гончарное – голосуют в одном месте. Процессу ничего не мешает. Подготовка была проведена на высоком уровне. Активность нормальная, средняя. И не бурная, и люди есть на участке. Избирательный процесс в сельской местности ничем не отличается от городского. На участке установлено видеонаблюдение. Обеспечивает спокойствие и порядок правоохранителей. А сотрудники МЧС в любую секунду готовы прийти на помощь. Для 624 зарегистрированных избирателей предоставлены все необходимые условия. Жители двух сел голосуют за улучшение жизни. Надеясь, что новый парламент обратит особое внимание на проблемы крестьянства. Мы ждем, чтобы изменения были. Лучше, конечно, чтобы было. Сейчас возможности невозможно так же. Надеюсь, что все хорошее. Да? Да. А вы верите в изменения? Конечно, верю. На свой избирательный участок прибыл и кандидат в народные депутаты Украины Вадим Колесниченко, который прописан в селе Резервные. В Севастополе сельские жители, они те же самые городские. Они не отделяются, но только в части материального обеспечения. Но я полагаю, что, как всегда, сельские жители с утра, как правило, голосуют. После того, как закончили три мероприятия, и ко второй половине дня уже всегда на сельских участках, как правило, заканчивается основная масса желающих проголосовать. Но учитывая, что сегодня день теплый, можно еще, наверное, заниматься сельхозработами, которые действительно сегодня для сельских жителей – это вопрос выживания. Для жителей села, как и для горожан, избирательный процесс завершится ровно в 8 часов вечера. Вера Дроздюк, Екатерина Долгополова, программа «Наше время». Кабинки для голосования, бланки и урны. В этом году 179-й избирательный участок расположили в новом здании 27-й общеобразовательной школы поселка Любимовка. Сама же процедура выборов в депутаты Верховной Рады Украины в сельской зоне Севастополя прошла спокойно, без эксцессов. Выборы в парламент – один из способов улучшения жизни, так считают большинство избирателей, решивших проголосовать в это воскресенье. Одни надеются на повышение заработной платы, другие – на решение коммунальных вопросов. Но все хотят, чтобы власть стала ближе к народу. Чтобы нам повысили пенсию, чтобы обращали внимание на детей войны, чтобы нам стало лучше жить. Отдать свой голос за кандидата, достучавшегося до сердца электората, с утра стремятся не все. Основной наплыв жителей сельской зоны на 179-м избирательном участке традиционно ожидается ближе к обеду. Те же, которые пришли пораньше, свой осознанный выбор уже сделали. Депутат должен быть честным человеком, порядочным и ощущать ответственность перед теми людьми, которые его выбрали. В противном случае теряет смысл все это действие. Что касается организации выборов, то она, по словам Лидии Носоч, как всегда на уровне. Наш участок 850-179 полностью готов к принятию избирателей. Что для этого сделано? Установлены кабинки для голосования, установлена мебель для членов избирательной комиссии и подготовлена комната, где несут постоянное дежурство милиция, охраняя сейф с избирательными бюллетенями. Исходя из предыдущих лет, члены комиссии считают, что явка избирателей составит порядка 70%. В то же время прогнозы социологов менее оптимистичные. Согласно их исследованиям, в обществе наблюдается разочарование и апатия. Да и камеры, установленные на избирательных участках, смущают электорат. Впрочем, кто в итоге окажется прав, покажет время. Владимир Сорокин. Программа «Наше время». Именно таким был день выборов 2012 глазами журналистов Севастопольского телевидения. Всего вам доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин